Здравствуйте, дорогие бренды! Сегодня я вас хочу познакомить с детской. Наконец-то детская готова. И как вы можете видеть, она получилась чисто белая. А в интерьере присутствуют розовые, белые и красные цвета. Стены крашены, естественно. То есть, что очень удобно в плане мытья их и хода за ними. Ну а теперь приступим. Полностью мебель, 90% вся из Икеи. Ну и так начнем слева направо. Сначала хочу вас познакомить с кроватью. Розовая кровать Мамут. Кровать Мамут. Подростковая, ее размеры 80 на 160. Плюс дополнительные боковые быльца. Кровать с речным дном. Очень практичная. Достаточно прочная. Кровать и очень такая няшная. Я кроватью очень довольна. Вот такая вот кроватка. И рядом с ней стоит Мамутовская тумбочка. Для кровати я брала также икеевский 7-сантиметровый матрас. Вот. Который почти впритык к боковым быльцам. Но все равно видны... Ну, то есть для ребенка это как бы ограничение в плане того, что он знает с предела пространства, а не упадет с кровати. Постельные я также брала в икее. Вот сейчас вы видите красные натяжные простыни. Лен из икеи. А это также постельные из икеи. Вот. Пододеяльник на одеяле. И вот такая вот симпатичная наволочка с сердечком. Так, покрывала я вязала сама, чтобы сделать... Хотела что-то сделать для ребенка самой, своими руками. Так, поехали дальше. Возле кровати также лежит коврик с длинным ворсом Хампен. Тоже вот, о котором я рассказывала в своем обзоре о нашей спальне. Напротив кровати стоит илсишная пианино, кей, бум, борт, в котором и барабаны, и клавиши, и микрофон, и все-все-все на свете. Мелко очень нравится. Стульчик, кстати, идет в комплекте. Рядышком стоит тумба икеевская стува из серии стува. Это такая 90 см большой ящик, в котором у нас хранится всякий хлам, в плане и одежда, из которой мелко выросла. Он очень легко открывается. Сам по себе он на колесиках. Глубокий большой ящик. Икея его позиционируют как дополнительный столик еще. То есть, если убрать ящик, за этой стойкой можно на стульчике сидеть и заниматься каким-то творчеством детским. На тумбе стоит у нас также икеевский комод со всякими детскими бусиками, браслетиками, заколочками, в общем, всякой мелкой ерундой. Дальше возле этой тумбы стоит очень высокий комод. 140 см в высоту или 130 см. Ну, что-то такое. В нем три высоких ящика и два узких. Вот такие вот ящички. Вот, очень вместительные получились. С доводчиками, со стопорами. То есть, сделано все для безопасности детей. Поехали дальше. Теперь приходим к шкафу стула. Очень высокий шкаф. Метр девяносто два его высота. 60 см ширина. Внизу один высокий ящик и два низких. Все такие вот ящички. Кстати, вот еще комплект постельного из Икеи. Вот такой вот. Под одеяльник и наволочка. Называется витаминер вымпел. И еще одна простынь на резинке красного цвета лен. Вот. Это второй комплект белья для мелкой. Ну и открываем сам шкаф. Вот такой вот шкаф. То есть, вверху у нас планка. Для вешалок. Вешалки, кстати, тоже икеевские детские разноцветные. Очень такие милые и няшные. Дальше у нас идет полка и две проволочных корзины. В комплекте со шкафом вообще идет одна проволочная корзина. Но я посчитала, что размер детских вещей не такой уж и большой. Поэтому поместится еще одна. Ну, собственно, я уходала. И еще одну корзину заказала. И она оказалась очень полезной для нас. То есть, вот сам шкаф. Очень высокий, очень уместительный. И очень функциональный. Ну, поехали дальше. Двери, кстати, тоже с доводчиками. На колонне возле шкафа у нас свистит лаковская стойка с полкой. На которой всякие детские игрушки, фигурки, косметика. И вот, вы видите, сейчас три корзины круглых. Это тоже корзины и киевские. У нас там хранятся магниты и всякая прочая мелочь. Вот, поехали дальше. Это наш краеловский двухсторонний мольберт. С одной стороны магнитная сторона. И крепление для бумаги. С другой стороны доска, чтобы рисовать мелом. Вот она, наш стеллаж True Fast. С такими же контейнерами для хранения игрушек. Мы его покупали в прошлом году. Вот такие вот контейнеры с игрушками. То есть, игрушки всегда собраны. Рассортированы. И очень удобно. Над контейнером у нас стоит подвесная корзина. Прям под потолок. Тоже и киевская. В котором хранятся всякие мягкие игрушки. Или сборники, в общем. Окно. Окно также с ролетами, с ярко-красными. На окне стоят искусственные цветы. Смика и киевские в и киевской вазе. Дальше драцена. И такое вот небольшое денежное дерево. Так, здесь вы видите снова карманы. И киевские карманы для всяких штучек, для творчества. Дальше столик и стульчики мамут. Очень удобно. Размер как раз для детского роста. Легко моются, легко чистятся. Легкие сами по себе. Над столиком у нас разместился стеллаж-экспедит на 4 секции. На котором хранятся всякие штучки, опять же, для творчества. Которые используются только вместе со мной. То есть, чтобы ребенок их не достал сам и не разрисовал детскую в разные цвета. Вот такой стеллажик-экспедит. И снова и киевские подвесные корзинки. Тоже всякими штучками для творчества. Ну, вот вы и познакомились, собственно, с нашей новой, вернее, обновленной детской. Надеюсь, что этот обзор вам понравился. Более подробно про товары, которые я купила в Икее, ссылками и с описанием, вы можете прочитать в моем блоге arcynosorka.lifejournal.com Все. Всем счастливо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok